Это программа 12. Сегодня обсуждаем инициативу Министерства Здравоохранения, предлагающего запретить торговлю алкоголем в выходные и праздничные дни. Логика этого запрета, в общем-то, понятная. Большая часть алкоголя продается, и это есть тоже статистика, которая приводится в исследование этого научного института. Большая часть алкоголя продается в субботу и воскресенье, как они пишут. Не знаю, насколько это правда. Наши представители алкогольных компаний нам, наверное, скажут, насколько это соответствует действительности. Но еще раз уточню, что речь идет о запрете торговли в рознице, в магазинах. Никто не запретит, если ты очень хочешь выпить, посетить ресторан, точно так же взять хорошего напитка под хорошую, естественно, закуску. У нас есть представители ресторанного бизнеса, которые, видимо, и пролоббировали такой подход. Анастасия, у вас алкоголь в процентном отношении в ресторане существенная доля доходов? Нет, я бы не сказала, что это существенная доля доходов в нашем ресторане, потому что мы не преследовали цель поднимать высокую планку от закупа. То есть это минимальная двойная накрутка, поэтому, в принципе, мы ничего с него не имеем. Но хочу сказать, что, выслушав собеседников по поводу того, что не пьют в другие дни, а пьют только пятницу, субботу, хочу сказать, что на данный момент пьют почти каждый день, но не напиваясь, а просто придя в ресторан, взяв бокал хорошего вина, либо взяв бокал хорошего пива. Я бы не сказала, что люди напиваются. Люди пришли отдохнуть, люди пришли насладиться теми блюдами, которые они выбирают. Но ведь это нормальная логика. Я про другое хочу сказать. Вы помянули сейчас пиво, понимаете? У нас другая проблема в городе Владивостоке созрела. И она созрела не от Министерства здравоохранения, а созрела от бездумного, совершенно хаотичного распределения пивных ларьков на территории того или иного микрорайона. У нас на Тихой, я вам еще раз говорю, было великолепно, торговали инструментами, сегодня там появляется пиво через 100 метров, еще такое же пиво, еще через 100 метров пиво. Это на Тихой. И там начинается кошмар. Какой кошмар? Вот уже получается, что они как бы правы. Потому что народ там берет, пить негде, так как это не пивбар, понимаете? А это разливное пиво. Они идут тут же на детскую площадку, гадят, орут. И началась другая проблема социальная, понимаете? Ну это кто должен за этим следить? Не Минздрав же, понимаете? Это чисто городская проблема. То, что ты говоришь, Александр Григорьевич, это совершенно в логике Минздрава. Вот это, вот с этим, запретил торговлю. Давай мы уберем тогда. И проблема решена. Пошли люди тогда в бар, спокойненько в баре, культурненько выпили. И вот набирают, понимаешь? Сегодня столько жалоб. Вот обратился и говорю, а вы посчитали сегодня? Почему предпринимателя, который был добросовестный, оттуда выперли, понимаешь? И на эту арендную территорию сунули, понимаешь, лоббиста, который сегодня торгует пивом. Я, конечно, не против того, что у каждого, кто может, тем и торгует. Но дело-то в другом. Надо же где-то администрации, это не те вещи, смотреть. Где-то должна быть норма какая-то. А я вам приведу другой пример. А пример какой? Друзья мои, хочу покаяться. Не хотел говорить, но скажу. Ровно 30 лет назад, а может быть даже больше, я, будущий замсельного комитета комсомола, ДВПИ, как раз попал под сухой закон. Помните период сухого закона? Общество трезвости. Он не таким уж и сухим был. Общество трезвости. И у нас, представляете, инициатива пошла такая. Давайте-ка молодежные безалкогольные свадьбы будем играть. И вы знаете, начали играть. Не просто играть. За счет комитета комсомола тебе оплачивалась свадьба полностью. Музыкальное сопровождение. Тебе накрывались в лучшем ресторане столы. Но эта свадьба должна была быть безалкогольной. И у нас все свадьбы шли безалкогольные, как отче наш. Но после свадьбы сразу же, понимаешь, появлялись какие-то чайники. Понимаешь, народ придумал какие-то интересные вещи. Но сам процесс этот, как бы он начался. Но культура программы завирала много. Выступали вокально-инструментальные ансамбли, СДРО. И народ не хотел пить. Понимаешь, вот честно говорю. Мы это проходили, оно как бы было. А разговор идет о цивилизации. Правильно сказали, что нам на сегодняшний день показухи такой, какой сделал Минздрав, не надо. И народу это не надо. А нужно заниматься профилактикой. Вот блок культуры, блок спорта, блок другого времяпрепровождения, понимаете. Пусть сегодня бесплатные театры дают молодежи, туда-сюда, билеты и все остальное. Детские секции бесплатные. Все спортивное. Почему Юртаев проводит двору футбол на тихой? А почему другие не проводят ни черта? Почему литературный конкурс? Давай проведем КВН и сделаем в каждом микрорайоне по КВНу. Тосы в конце концов. Вот я еще раз говорю к вопросу о двойных стандартах. Вот как раз о том, что хочет государство. Государство декларировало изначально, что это одна из мер в рамках формирования рамочной стратегии здорового образа жизни. Ну конечно, мы же понимаем с вами, что если мы сейчас запретим на выходных, по праздникам, продавать алкоголь, это конечно сработает на общую идею какую? На общую идею, чтобы люди пили в эти дни конкретно меньше панкреонекрозов было, меньше деменции и так далее. Ну это вопрос, а дальше к чему мы придем? Вот это же самый важный вопрос. Потому что, ну запретили мы ситуативно, мы конечно поспособствовали. Цифры у Минздрава пойдут вверх, понимаешь? Вот они президенту на стол положат цифры, а они работают. С другой стороны, таким образом мы спасли некоторое количество жизней. Да, мы спасли. Но вот здесь я с Мариной Анатольевной согласна. На сегодня мы уже далеко шагнули. Мы запретили рекламу алкоголя по телевизору. Мы, кстати говоря, запретили и табачной продукции. У нас в фильмах запрещено показывать алкоголь, табакокурение, вот все, что с этим связано. У нас каждый телеканал, прежде чем запустить какую-то программу, пишет, вот здесь могут быть такие-то сцены. Это вредит вашему здоровью. Это и есть социальная реклама. Некоторые телеканалы вообще делают социальную рекламу о том, что то или иное вредит вашему здоровью. Это все уже работает. Вот поверьте, часть населения уже не пойдет нарушать. Вот ребята сейчас говорят, мы вам назовем много адресов, значит, когда можно купить и где можно купить. А я не знаю про них. И я не знаю про адресов. То есть ребята, на самом деле, они просто включены очень сильно в этот бизнес, да, поэтому они знают. Это их конкуренты, они о них все знают. А простые люди, они действительно не могут купить после, кстати, 21, 22, правильно же? Не могут. Так что эта мера работает, однозначно. Я много раз видела на кассе магазина, вот как вы говорите, придомового. Мы рядом с Парусом живем. Вот даже без пяти они уже не продают. Очень много молодежи особенно, вот они стоят возле этой кассы, пытаются, да, уговаривать такие. А она нет категорически. Вот я видела этих принципиальных женщин, которые кассирши, я их за это очень уважаю. Они категорически нет и все. Вот то, что после 22. Поэтому это работает. Работает. Вот это и есть формирование культуры, понимаете? Вот вы говорите, надо культуру формировать, но это пустые слова. И министерство вот тоже предлагает таким образом формировать культуру. Что показывать видеоролики, нам психолог говорит, нельзя показывать. Чем больше вы показываете, тем больше вы пропагандируете. Да, мотивируете, конечно. Соответственно, что? Вот эти все меры, которые ограничивают, как-то формируют потребление, соответственно, они и формируют культуру. Но, на мой взгляд, мы же в свободной стране живем. Давайте не будем это забывать. Нельзя запрещать. Нельзя так людей давить. Они должны к этому прийти. Вот потихонечку, вот с учетом тех мер, которые сегодня уже приняты, мы к этому идем. Вот смотрите, сколько людей гораздо меньше стали курить. Вот у меня нет цифр. Я смотрю по своим студентам. К сожалению, сейчас в студенческой среде, особенно девочки, если в моем возрасте это была корреляция, а брат, сейчас девочки, к сожалению, курят. Но вот приняли, в ДВФУ невозможно вообще покурить. Я не знаю, куда это надо идти, чтобы покурить. Очень многие прекратили это делать. Но вот не курят, потому что это же нужно встать, это нужно пойти куда-то очень далеко. На пару опоздаешь. Многие преподаватели запрещают заходить после звонка. Эти вот рамки формируют культуру. Государство что хочет? Борьба с алкоголизмом или с употреблением алкоголя? Запретить 100% употребление алкоголя невозможно. Понимаете, и не нужно. Потому что это определенный байпас определенной ситуации. Почему в боевой ситуации дают алкоголь? Потому что у человека стресс. И нельзя сказать, что нет, я сам это проходил. Потому что человек выпивает алкоголь, его расслабляет нервную систему. Понимаете? Он не убивает. Я без неграфона не слышал. Цель... И здесь второй вопрос. И вот сейчас стоит вопрос. Вопрос. Не говорить о том, что... Если мы хотим, потому что мы все члены государства, и мы лидеры каких-то общественных организаций, лидеры каких-то сообществ, да, там, во дворе лидеры, везде есть. И стоит вопрос. Ограничить алкоголизм. Вот есть медик. Что такое алкоголизм? Алкоголизм – это зависимость. А у зависимого человека всегда есть склонность к формированию той или иной зависимости. Это особенность вообще психики человека. Два основных понятия. То есть зависимых, да, это человек, либо он болен, да, либо у него есть какие-то деструктивные изменения личности, да. И говорим, то есть, о еще одной категории, да, в принципе, здоровых людей, коими я смею основания, да, считать, мы все являемся, да. То есть чем отличается здоровый человек от больного, да, есть грань, есть момент стоп, остановись, да, есть момент, как бы, оценивать там качество, да. Вот разные виды алкоголизма. Есть бы такой алкоголизм. Человек не болен, он не алкоголен. Вот, так что, норма. То есть он, естественно, не алкоголен. Вот на полосе посмотрите, вот черта. Да, вот черта, вот здесь люди, которые употребляют раз в неделю, а вот здесь алкоголизм, понимаете. Сейчас стоит вопрос, конечно, что запретить полностью продажу невозможно. Если человек болеет алкоголизмом, я вас умоляю, я в деревне жил, они в навозе найдут. Конечно, они найдут. Поэтому таким, ну, как бы возник вот у вас, да, вопрос вообще, да, что мы тут сидим, стреляем по воробьям, да, и какова все-таки цель, да, вообще спича, да. То есть Минздрав хочет, да, с целью, какая цель? Оздоровить нацию путем исключения, да, именно у больных, зависимых людей, да, потому что вы же все правильно сказали, что люди здоровые, да, которые не страдают зависимостью, да, вы имеете возможность прийти в ресторан, да, в любой, и какая разница, есть у вас ограничения или нет, и выпить ту допустимую дозу алкоголя, да, получая, там, эстетическое, моральное, физическое наслаждение, на этом остановиться, да. И не перейти вот это. Конечно. Хорошо, а вот, знаете, почему человек пьет, вот, знаете, вопрос. Мы во всех же есть, у нас телевизор. Нет, пожалуйста, не надо говорить одновременно, вас не слышат зрители. Вот это логику, да. Почему человек пьет? Почему? Вот я вот разбирался, у меня куча рабочих, которые начинают. Я говорю, почему пьет? Я ухожу от этого, от проблем. Потому что многие не хотят, и уходят от проблем, и алкоголь им помогает. Вот у меня, зять, да, сейчас вот у меня на работе, не пьет уже два года. Он утром в 7 утра встает, ложится в одессе, у него времени нет. Один раз он сорвался, с женой поругался, все. Его тошнило так, там, три дня он сказал, я больше пить не буду. Солдат без работы, потенциальный преступник. Если у ребенка или у подростка есть свободное время, и оно не занято, ни спортом, ни читанием и так далее, он что будет делать? Он будет делать плохие поступки. Если у мужчины, он приходит домой, у него куча проблем, жена пили, там, дети арута, он что делает? Он идет во двор, друзьями в гараж я выпью. Понимаете? Поэтому здесь идет, что человек уходит, ему дают инструмент. Почему мы собираемся с друзьями? На сухую мы иногда не погибли, почему комплексы, кто-то водочку выпили чуть-чуть, мы начали веселиться и так далее. Поэтому сейчас четко нужно сформулировать. Я говорю, что запрет в той существующей системе, в которой мы живем, при наличии легального рынка и черного рынка, невозможно этот инструмент работать не будет. Потому что спрос остается, это все перечет сюда и все. Что бы вы ни говорили, черный рынок 100% под контролем. 100% под контролем. Только как бы в этом. Поэтому на сегодняшний день, ту методику, которую вы предлагаете, она работать не будет. Она даст временный результат. Саша, рестораны и кафе есть только в крупных городах. Решение Минздрава будет касаться всего Приморского края. Если мы про Приморье говорим. 2 миллиона человек. И только 800 тысяч живет во Владивосток. А остальные живут вот там где-то, где нет кафе. Где интеллигентно можно прийти и что-то сделать. Нет возможности. Ну я даже не знаю. И что, они что, что мы будем сейчас все утверждать, что там не умеют пить или не хотят учиться? Или еще что-то. Это, наверное, действительно не с того начинают. Я еще раз говорю. Сегодня регуляторика абсолютно достаточная. Сегодня нужно государству и Минздраву, в частности, прилагать большие усилия, наоборот, к организации досуга. Это доступность массовая, причем доступность для детей особенно. Всевозможных там кружков, спортивных секций. Вы посмотрите, вот даже у нас, если по Приморскому краю посмотреть. Посмотрите, Фетисов арена, да. Вот посмотришь, когда идут матчи, сколько народу. А где они раньше были? На диванах сидели. Может, где-то кто-то из кем-то там соображал. Придите в театр оперы и балета. Это же сколько народу. Вот я последний раз вот была, я думаю, ну ничего себе. Это вот даже не ожидала. Полностью забитый зал. Возьмите Окинарию. Вот что нужно делать. Вот пусть алкогольное лобби скажет, что нужно сделать, чтобы страну оздоравливать. И дискуссии карты всем присутствующим. Я скажу так. Вот у меня вчера, я знал, что пойду на программу, была мысль. В пропаганде нет здорового образа жизни. Я думаю, что поколение 90-х государство уже немного упустило. Сейчас идет поколение нулевых. Вот именно на этих людей нужно обратить внимание, активно уводить. В последнее время государство ведет политику, спортплощадки где-то появляются, и юнармия у нас. Но вести государственную политику в отношении запретов, незапретов, это нужно работать, работать и еще раз работать, и логически, и умно к этому всему подходить. То есть выращивать здоровое поколение, а не отсекать там сучки, запрещая ему. Мы свободное государство, конституция. Жень, во многих странах, в европейских странах, именно алкогольная промышленность является основным заказчиком именно пропагандистских мероприятий на пропаганду здорового образа жизни. Я и по своему опыту скажу, что и крупные производители, и иностранные производители, которые работают у нас, активно и пытаются участвовать в мероприятиях. Но скажу так, что большое алкогольное лобби высшей государственной власти, оно очень сильное. Я стопроцентно уверен, что инициатива Минздрава, она не пройдет, это раз. А во-вторых, я скажу, что у Минздрава, наверное, столько проблем сейчас вообще существующих в регионах, в селах, поэтому не то. Это была версия алкогольного лобби, озвученная представителем алкогольной компании Евгением Хасановым. Дайте, пожалуйста, микрофон Юрию Коломейцеву. Теперь мы послушаем, что скажет, резюмируя нашу беседу, нашу программу. Да, вспоминая сейчас про Европу, хотелось отметить следующее. Под пиво, конечно, марафон бежать-то проще. Это всегда было так. Под водочку еще быстрее бежится. Начнем с того, что, во-первых, как уже все сказали, закон полная ерунда, и все это понятно. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от других проблем. Проблем других много, и мы о них уже упоминали здесь не раз. Их полно. Это не все проблемы, о которых мы сказали. К нашему счастью или сожалению, как хотите, да, но все плюсы нашей страны не на бумаге, а все минусы нашей страны, они у нас на лице. Вот и все. То есть, исходя из, честно скажу так, Дума будет, принимает и так далее, да пусть принимает, пусть каждый день хоть что-нибудь запрещает. Ну, сидят ребята бездельничают, ну, серьезно. Они сегодня приняли, завтра отменили. Мы все равно выживем, проживем и жили, когда еще пить больше станем, если надо будет. А если еще надо будет и не просто пить, а еще и разливать этот алкоголь везде, где захотим. Детишки его будут из окошек наших вот так вот выливать. Мы выживем всегда. Запрещает, пусть запрещает. Проживем. То есть, я как и пил один раз в месяц, так и буду пить один раз в месяц. Если надо будет, пусть в пятницу еще запретят, я в четверг буду покупать. У нас, извините, у каждого практически есть друг Руслан, у которого случайно в машине валяется ящик вискаря. Ну, вот просто случайно. Ему кто-то подарил, он у него лежит. Мы, тем более, знаем, весь город знает этого Руслана. Это, как говорится, во-первых, о юморе и не юморе. Оказывается, город очень маленький. Познакомим, да. Все громкие дела в нашей стране, они для того, чтобы отвлечь внимание. И отвлекает внимание от других не менее громких, не менее важных и, самое главное, не менее затратных дел. Вот и все. Ну что ж, на этом, наверное, и будем заканчивать программу. Что можно сказать? Судя по мнению наших экспертов, которые, в общем-то, и меня убедили. Дорогие друзья, если вы опасались, услышав информацию про инициативу Минздрава, можно не опасаться. Вас, судя по всему, не коснется. Это была программа «12». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова